ну что ж друзья всем вновь доброго и нужного времени суток у микрофонов граммон и елочки на слотах radiant и dire storm и team sexy соответственно будем смотреть за качественной дотой от этих великолепных коллективов у нас с тобой сейчас завязался такой диалог знаешь про то какой пик лучше и мне кажется мы с тобой во мнениях несколько расходимся можешь просто объяснить позицию ты считаешь что у team sexy пик лучше мне кажется да но мне кажется у штурмов гораздо сбалансирование имеет и драфт потому что во первых магнус на единички единичка это уже хорошо пангольер мид это вообще идеально потом энчантрис ну как бы 45 в принципе без разницы но она на всех хороша ну бэтрайдер на пятерки принципе метова да но вот забайтель на урок не на линии нравится по игре непонятно как все будет реализовывать но тоже почему бы нет сомнения алхимика тройки какие то есть ну что как что делать будет но это единственный мой какой-то узнаешь типа минус у меня просто тут идея в том то что практически всем героя всем игрокам коллектива этим сексе достались их сигнатурные персонажи и в р к четверка но в р к четверка он же играл уже мне кажется было такое мне просто не нравится в р к четверке единственное что в р к четверка будет себя плохо ощущать наверное против энчантрис в том числе потому что венран просто пуржится и ты такой грустно стоишь и смотришь на импетуса импетуса это больно но с другой стороны там линия агрессивная против крыла до того же самого но не знаю на смотреть в общем игру ладно да тут непонятно как будет все развиваться просто есть например в р к до четверка мы увидели вот в предыдущей карте тоже был войд и под нее классно зашел что энчантрис которая наваливала что и он на дарк виллу тоже ну либо какой-то sky magda дефолтные а в р к ну ты на четверке же молнии не будешь собирать ты будешь какие-то медалечку да там просто профиль саппортов разные как ни крути у тебя есть оракал на под сейф потому что там действительно много дэмэджа потенциально верки и урона не внесешь но на верке мне кажется нужно просто синициировать будет разве нет просто кидать шейклы может быть мне просто никогда в р к четверке не раз поэтому я хейтер из-за этого кажется драфт тим сексе немножко проседает ну ладно наконец-то андерлорд вышел герой-то сильный а почему-то не там курьер просто погибает пользует он принесся стики успел все завести до против бедрайдера вообще мастер-хед айтем и на топе у нас оракал против энчантрис энчантрис должна побеждать в этом размене но пока что хорошо разминают уроку за счет тычек за счет первого спала тут конечно я в том то что алхимика кажется как будто бы ну хорошая линия фрилайн буквально но и сэвэнджет с другой стороны мне кажется страдать сильно уж прямо не будет не должен потому что таймволк есть и на любые попытки там подмять скором вот есть алхимик до который дает те фрилайн и в принципе против айда пассивно качается что один что 2 но алхимик больше набирает на химик либо еще был вариант tight тоже нет хардер и против айда это сказка играть вообще ничего не делает первую часть игры в миде мираж пока что явно доминирует над своим оппонентом по линии уже оставил на очень лоу ресурсах да и будет заставлять хилки таскать плюс просто по крипам пережает и динаев то многое а он сейчас его не убьет случайно тычку еще а маны нет ну вот а там уже прилетела бутылочка так что да ну и феррик был почему понимал что там не получится так просто забрать его у них кула пока что проблемы с лайнингом частенько бывает в играх но сейчас у него как будто бы метовый герой здесь он здесь до сложного видеть то что клопа против пангольера очевидно будет поселиться в пользу королева более именно что санейка ломает пул героем команда да да кстати в рк это тоже универсал накупила просто себе на статов кучу и спокойно может размениваться против бэтрайдера из что убежать под виндран здесь наконец-то получил энчант энчантрас вау да и еще и крипочек один из лучших на первые лвла диковой курьер идет смешно и не кажется сейчас умереть может нынче ну правда есть феррик а что это вообще такое за курьер интересно это какой-то это лягушка это что это что это такое по моему это в капюшоник каком-то не знаю я не разбивался ну знаем что тебя так привлекло в этом но он реально какой-то козырный ну ты посмотри на него просто как-нибудь потом ладно приду домой буду смотреть оракла тут на третьем уровне вообще появится прекрасная возможность эту инчу убивать потому что берст с помощью второго лвла обилки в большой правда свой дом не особо хочется это комбинировать да урона то на керри нету но пока что комбинировать вообще не получается и в андре достается первое убийство на этой карте да да загнал куда-то оракла видимо ошибся с позиции и вот крепочек плюс импетусы колба еще алхимика очень сильно решает загулять так можно на оракле достанется много урона особенно это физический урон урокла то мало брони там битрайдер кстати говоря по-моему руна воды подконтролил кстати интересно что копа себе еще гранату принесла понимать что может перстануть кого-то но вот чувство то что килл наклёвывается но куда не хватает урон чека либо замедление еще какого-то дополнительного можно это все-таки не битрайдер вот на битрайдере гранату знаешь сам уже сейчас это супер мета невозможно кстати крипа энчан 2 взял и теперь позволяет приучить шишку и хватит ли урона там делейшин то уже нажатый ровно как и таймволк но скоро у шишки откуда уница шишками таня и что-то есть и можно будет забрать не получается пока что хотя шишка идет шишка ну не получилось по войду попасть до разбежались хотя смотрю шишки у нее так-то много и мастика мне кажется это уже можно снимать какой-то многосерийный острый же убийцы ложкой да да только убийцы шишкой так у нас сегодня за сегодня только сколько шишка это пыталась участвовать убийствах и сколько там получалось сколько не получалось так что ну так классно и сейчас крип один из лучших то во первых приручать его можешь раны вторых у него и армора много и резисты есть и урон тоже один из неплохих кстати какой-то у нас размен тут происходил заберет забегал санэка видимо какие-то ворты ставил да как раз хорошо миди мираж немножко подстревает в итоге вынужден нажать blink out а руны контроля для своих саппорт для своего миниера саппорта пока что потому что приходит иван джей ники колодоке по моему сейчас получит руну да повезло ему но еще и ускорение в том числе можно попробовать фраг сделать сейчас какой-нибудь членой только если на низ смещаться но он побежал наверх просто забрать богатство что полностью свои ресурсы установить ну да и пока что по контролю карты шторм немножечко лучше да но у копы шестой левел у них кула 5 но я думаю посту копа пришлось возвращаться на базу кстати долгой найдет так там блин с тв-1 такая вообще разница крипстатах прямо сейчас 38 13 копы против 22 на 3 ники колона пангольере так что пока что мираж должен чувствовать себя прямо супер уверенно на этой карте да да ну надеюсь что как-то восстановится на фрагах пангольер потому что других вариантов здесь нету мидасик же ты не купишь ну да на пангольере как будто бы не очень хочется вот как мы видели например на дгс до ларл очень часто страдает в виду иногда и на войд спирити может спокойно себе мидас взять то что он там чуть ли не на нижней строчке по нетворцу поэтому вот как-то вспомнилось мне что что сейчас это мета ну по крайней мере на войд спирити ну да смотри вот и дают какие-то плоды то что алхимик находится такой пассивной линии будет ничего особо ему сделать не может и на топе на топе по нетворцу обгоняют на тысячу кстати на тысячу по голде просто за счет того что он равна фармит может быть даже перелосхичивает ну пока что аффлейнеры действительно себя в команда занимает первые строчки по нетворцу что у нефрита много что алхимика с ты монетка разница между андерлордом алхимиком не супер большая что довольно интересно потому что у нефрита как будто бы тоже все очень здорово ну да магнус вырывается вперед имеет преимущественно на двой дом в сколько почти в тысячу монет округлим так таким образом потому что у него есть сплэш он будет качаться явно лучше в этом отношении а дальше и тимзация очень прикольная конечно единственно что ты пока что в лес не уходишь на магнусе в основном линию качаешь но как устойте смотри стаки есть бедрайдер санэйка успел где-то подстакать возможно еще он сайте постоянно бегает наверное там весь лес уже нет несколько стаков на инкласс показывает что тут что-то имеется какое-то подозрение знаешь мне кажется должен понимать где сейчас вар поставил санэйк в итоге маршетка шо там чем пава шо там а он кстати поставил просто сатряк чтобы самую раздевардить ну это пауз вынужден нажать на самом деле и выкопал прям перед ним богат я пытался забать это кстати супер имбаут на когда вы в команде есть алхимик набирать кучу лопат вы просто становитесь взлетаете вверх по нетворсу играть в копателя онлайн а если всем выпадут интересно эти вы же вообще должны там очень сильно начать побеждать возможно там какой-то есть ограничение мэйбису нейтралки смотри просто две важных вещи во первых в миде у вас забирается книги кула и закреплять свою доминацию над ним во вторых у алхимика уже sacred релик и это друг мой аргумент очень весомый на этой карте будет алхимик через sacred играет ном радиатор себя будет делать интересно то есть это будет два города ну да да жадина говядина будет получать таким вот образом а тут санэйка загулял немножечко и соответственно будет здесь погибать причем это было очень просто стянулся все лишь оракал в итоге нефрит еще закрепляется здесь положение на своем бот ли не а в миде уже шторм потихонечку начинают ломать вышку вдвоем саппорт стянулся не кику ну как тут возвращается после фрага на нем и будут дефать наверно потому что стянулся до девятый класс впрочем папы сама нету и тут 9 класс может стать на самом деле дэмэджа очень много жилья до успевает можно попробовать еще поддавить хорошо приходит оракал но нет сейчас там он прячется за веткой 9 класс но правда дэмэджа уже не хватало там крыла от коварный крылат невидимо сейчас будет р.п. нет мой как-то медлил да с р.п.ш. к и успевать мираж а блин то он уже нажимал они кикул идет дальше за за саппортом да жалко что не получилось красиво р.п. по двоим заметился немножко но ничего страшного да но тем не менее забрали квапу правда на топе или где-то с на ботина снизу до забрали санэйка ну там я полагаю они слушают даже хрансферу не тратил просто скинулись патрички вот кстати проиграл мид пангольер да а вот уже по нетворцу все примерно равно нету такой большой разницы и будет бегать с ультимейтом гангать например вот пангич или вот на топ он пока что стягивается просто качает лес приводит за нефрит еще миража да ну просто заберут уже т1 чтобы как-то отзонивать магнуса чтобы он не совсем там бегал по своему лесу нижнему он пока качает верхнюю часть карты ну я думаю если алхимик уходит через радиатор то нужно разделять хорошо фарм то есть нужно обязательно эншентов обоим выкачивать ну точнее кто-то на эншентах сидит кто-то на обычных компах но я думал химику профит не забирать маленький кмп но они умирать быстрее да и больше денег магнус уже на эншентах там плюс какую-то линию забирает но это интересный билл что он прям настолько жадно но и прямо очень большой конечно и пока что это жадность дает плоды 4000 ведут на 12 минуте а это очень солидная циферка я так скажу ну видимо я знаешь крыла тут виде такой тройки выступает то есть как магнус тройка только она стояла в эти линии но по фарму эти скоба фарму не отстает вообще не отстает этот алхимик с монеткой у него тиммейт ну кстати mom mom сабля ну дефолтный такой керри там сейчас появится гарпун и начнется экшен по карте пока что создает space для своей команды некий кул видит ли он виндрейнджер нет это вражеский ну ее же вард саней кого-то обходит можно вас что-то по аут пытается нажать хороший шокошот не успеет все-таки телепортация пройти некий кул забирать себе важное убийство чтобы немножечко накопить денежек да ну не жалко ты саппорт пятерка конечно любой момент можно нажать своего сои это не будет страшно вполне себе вполне себе ну и знаешь разница между квапой на самом деле уже не такая критична там питал монет всего лишь довольствует отстает от своего визави по позиции довольно ощутимо уже там две с половой сейчас еще дефуза появится так вообще можно бегать по карте уничтожать без всяких проблем вот классно на ухимики знаешь как паблик зашел только вместо керри пошел на хардлайн стоишь тебя никто особо убить не может ну вот нападение до хроносферу ставят но получится ли убить но получается конечно если еще ультимейт надо тратить получается он еще и крылат отталкивает кстати говоря ставится прекрасный здесь филд от нефрита и пытается выйти здесь таким сексе потому что они потратили свои кнопки они сделали фраг можно в принципе и зачилиться заставили стянуться лишний раз андерлорда да конечно убили алхимика но на тысячу тысячу дало какой-то результат почему бы и нет войд уже с мидасом тоже вполне себе метовый за тарк видели в предыдущей игре милл шторм бэшка и ты уже способен драться но сэван джезу это его сигнатурный герой один из так поэтому если командаст ему спейса мне кажется он-то им воспользуется вполне себе с лихвой пока что такое преимущество в основном из-за саппортов то есть проседает у нас прежде всего в р к венчанта всего намного лучше то есть практически в два раза обгоняет правда пангалир не особо набирает по фарму до скоро диффуза вот они как раз появились и теперь можно смакануться но там кончик магнус он просто опережает алхимика с монеткой это вообще что такое я думаю просто больше отдают фарма все-таки керри он же таки крылат но с одной стороны да это за из логично но с другой стороны ведь без должного мастерства ты ведь такого показателя не достигнешь по ну конечно конечно так что это как раз таки одно из достоинств как крыла то мне кажется он находит очень много фарма пытается как-то с кювера возможно зарпешить 7 джессу не получается есть лассо у санэйка но подарок лам это невозможно сделать на видит что рядом еще саппорт находится team sexy вообще четыре героя стакнулась в вражеском лесу но забрали забрали кстати вражеские стаки там немного было стакана и еще две лопаты я хотела заметить да венда у энчандрес лопата у санэйка лопата тогда и понятно откуда этот ворс берется потому что это самый общий имбовый артефакт сейчас там счетка больник бегает еще сильная вещь что ты даешь именно ауру на всех но пока что получается находить свои фраги у team sexy с помощью ультима кстати ворвался через портал рпс по двоим слушай можно попытаться здесь залить вообще всех пока что есть лассо по квапе она погибнет ты пал пытаться нажать нефрит не хватает пункта здоровья отличная реакция от шторм ты видел как красиво залетел пангольер да 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 он в портал просто влетел с двух ног кстати я не знаю это так работает вообще то есть ты можешь заехать в портал как бы все это время не можешь нажать кнопку да и у тебя просто а засасывать я просто думал что ты дачка поедешь как будто ты поделаешь ну так теперь я не прерывается если вы нажал аналогичная история кстати в эркосе тоже диффуза берет чтобы выжигать ману кому под гольеру но мне кажется это в первую очередь дает неплохой прирост по урону в принципе то это лучше чем наверное у мэл шторм до взять можно верно просто молнии там чтобы фармить а тут еще хотя бы какое-никакое замедление хотя тос есть вариант на то что молния грядится в лепнир потом как-нибудь пример но с другой стороны и диффуза дает очень много именно дополнительный урон до надо она выжигание ну и плюс противно кому-нибудь кору выжить тому же алхимику он достаточно монозависимый персонаж в замесах копы уже к саша будет в аганим уходить тоже дефолт но справедливый билд мне кажется такой да ну вот смог смог кого не могут эти магнуса кстати магнус там снизу находится но уже сделал тп-шку и стягивается ближе к своей команде мне очень нравится то что сейчас магнус и качать шок wave в один а потом качает плюсики потому что реально больше получаешь плюсик они роли чем с прокачки шокова и удар по нелогично драчка очередная тивы n тут встревать отличная хрансфера потроим но девочке если да да пока что туда копа заливают урон и 2 софт точнее как два саппорта мидер между прочим ванджей также погибнет здесь мне кажется до 31 отличная драка тем сексе да получается вот пока что у нас все храна сферы в сегодняшнем дне то есть никто не промахивается никто не делать каких-то там руинища хроносфер все прям по трем по четверым героям стабильно вот как раз за счет этого и получается выигрывать файты купола знаешь таки реально золотые золотые до согласен вот пока алхимик не накачает спиртов я думаю не захотят осуществляться вот какой хороший но нужно пытаться выйти не фриту не получится мне кажется потому что там ну хотя есть поддержка от сэвен джезу и уже крылат мне кажется не очень по силам есть рп по магнусу санэйка приходит будет продление лассо пока что не дает питов малис отличный шокол шот ты посмотри какой только там алхимик дерется со всеми бэк-лайне этому дизарм приходит некий кул прыгает по всем а кто-нибудь умирает еще в этой драке 9 класс пока что погибает рассказывается алхимик еще крылат погибнет ли он выживает на таком краполе это вообще нечестно ненормально также и оракл здесь погибнет сэвен джезу пытается спастись есть питов малис на отход радиатор жжется очень больно между прочим есть таймволк пытается нажать tp получается сделать не заряжал почему-то заранее колбу да успевает только спить андерлорда ну хотя бы хотя бы так кстати ты видел как санэйка динаил своего крылата на краток я буду жить вечно да он уже почти улетал его санэйка пытался добить на урона слишком мало то значит капитанское слово в команде как много да пощечины тебя давай быстрее улетают сюда ты умрешь здесь ты умрешь в этих кустах ты этого еще не понял но так и будет кстати смотри как везет шторму еще и философский камень выпил санэйка себе это знаешь нужно лопату использовать выбивать к боль до перекладывать на философский камень и у него так и будет да 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 просто машина по добыванию золото сплошная они реально в какую-то ферму играет потому что химиком монетки эти всякие выкапывалки капольды руны богатства бесконечные то криптовалют обороны ну пока что кроме радиатора ты ничего не собрал но вот есть блин даггер бкб куда будет делать ну слушай реально так если подумает алхимик это отличный пример майнера почему потому что он получает деньги из-за радиатора ну как придерживая карты только там наверное не из радиатора получаешь из-за а из-за тогда да тогда можно так сказать счет 99 на 21 минуте игры 7000 преимуществ по золоту шторм но и понятно потому что там алхимик потому что там лопаты бесконечные камни так далее вынуждает team sexy эти предыдущей игре войд камбэкнул после того как собрал мэл шторм бкб шку здесь он как раз нажимает смог но бкб шка ему не дошла успеют ли они как-то законтестить товаршана нет не успевает но будет какой-то файт санэйка пытаются ворваться там сразу потратил ультимейт оракова это может эти быть критично какая гопа им туда залетает сразу пангольер пытается раскататься оракул уже без ультимейта сюда ну хрон тоже неплохое слушай но пока что дэмаджа решительно нету мираж хватит ли дэмаджа залить ангар погибает а все остальные должны спасаться бегством очень сильно потому что крылат он король р.п. 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 или ага ей а я удастся удаст получится удаст где-то в итоге банка в итоге по нефриту залетается на джон дерется с крылатом приводит сюда р.п. по двоим неплохое а пока что минус 4 уже у тим сексе и копа не факт что выйдет потому что там есть банка сбить или же телепорт но скорее всего блинкуется потому что уже за макшин блинк там крылат у него гарпун девается но сквер не успел использовать за счет этого выживает папа но это все равно как ни крути очень не здорово для тем сексе и великолепная драка конечно же от шторм как же вот использовать свой гарпун хорошо крылат препод сквер сразу туда к другому сопернику уже использует там свой р.п. прекрасный файт и вот этот колба от алхимика по троим залетела колба сейчас талант этот очень мощный когда он aus без таланта это сделал он просто неталантливый да там просто талант дает именно радиус колбы а он застанил их получается на максимальном радиусе вообще классно играет м тенис даже с учетом того что у него там особо шмоток нет именно в бэкпаке до подотворцы у него много у него просто радиатор blink набалывает банку на пачку забирать таким образом это такое пусты там санэйка видит сэвэн джезу а у санэйка мне кажется уже блинчик должен был быть нет в итоге надо мадленчика но в любом случае можно ловить на осол ассирует здесь сэвэн джезу есть продление контроля бэкбэшку нужно знать вводит и уходит здесь ну заряд бкб хорошего немножко не сыгрались возможно алхимик думал что будет ультимейт пангольера или просто не успею на ласт тайминге закинуть до бкб тоже развести на бкб знаешь достаточно профитная вещь да я с тобой полностью согласен под отворцы думаю все устраивает там то что войд не умер не так страшно ну хорошо давай потешим и надежда на то что тим сексе будет камбэк и обсудим как это вообще может случиться что какие вот факторы нужны ну только хроносфера опять-таки по троим или по четверым сейчас закончится аегис я думаю больше как-то от хайграунда нужно драться причем драться от хайграунда но при этом зайти в смоке чтобы они напали первыми тогда у них будут неплохие варианты того чтобы выглядеть замес но пока есть аегис и думаю не стоит драться там бешеный магнота войдет вперед цепляет в эрку еще и бочка чтобы подконтролить итоге сбивает с кивером на последнем на что миллиметре то сама спала крылат делает кинг спрей да да вот пока не особо чувствуется импакта от в эрке потому что прям сильно давят и очень много перефарма от штормов ты на свои в эрке ну то есть то что ты застанешь это уже не сильно импакты нужно именно урон какой-то дополнительный на шоколшота красивая согласись да на шоколшота есть такое урона не хватает именно от героя вот это вот и минус все-таки больше сейчас скоро роль до исполняет ну да это как вот медузу на пятерку ты берешь да вроде бы задумка неплохая ют есть лассо минус мираж с проблем с эти цены к вот эти вот лассо делать даже без даггера находит причем он играет против оракла стоит заметить я всегда чувствует его и понимает где он находится и не дает когда он рядом либо специально заставляет выкинуть вот как снизу дрались под рошаном до заставляет его сразу использую свой тиммейта он бесполезный то есть да ты сбросил это ну да но это как бы наоборот майндгеймс от санэйка он в твоей голове просто тенчат из тоже хекси мне кажется что что санэйка просто на команду так сказал что чуваки мне нужно чтобы я давал отличное лассо привозите мне пожалуйста цели я буду их процентировать вот девятого класса в этот раз привезли хотя он пока что живет под повисом есть банка по нему в том числе есть и ультимейт оракла пока спасают своего товарища здесь till the end действительно до конца он будет жить хотя есть рп по 7 джезу он подставился он погибает нет байбека это вот знаешь что то что происходит когда ты тратишь свой ультимейт на урок ли не на того это нужно хранить прям до самого конца не не байтится на такое на саппортика своего скинуть тем более он по моему выживал на верке ну плюс-минус мне кажется да действительно то знаешь еще работает инстинкт убийцы кладу об этом потом потому что прыгать сюда emptiness есть привязка которая в принципе не очень хорошо работает и будут наверно сторону забирать или отойдут отойдут но тоже неплохо да егис уже кончился в принципе забрали вайда все устраивает надо подпушить линии потом уже заходить на хайграунд так вот я хотел похвалить крылата в этой ситуации потому что он из тех игроков которые видя возможность и понимаю насколько много это сейчас может дать своей команде он будет делать play и в 90% случаев этот плей будет удачной ну да да тем более у него такой герой знаешь там магнус какой-нибудь на ком еще играл ну по крайней мере на магнусе у него хорошо получается это делать чувствует героя под гарпуна вообще сейчас ну легко это как бы делать да но он понимает когда враг ошибся сразу это используют а пинец каким-то чудом вообще блинкает здесь от врагов и нажмите по аут да у него там уже наверно кираса сверху появилась после бкб да 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 шторм сейчас гигантский как не знаю как трамвай просто не у тебя сейчас поедут и передавят ну не зря они все-таки качались столько времени да на набрали этих лопат накопали прям хорошенько теперь еще остался кстати свой куб на всякий случай забрать чтобы уж наверняка там какой-то лишний шар не по не помешает хотя на энчантрес не особо энчантрес уже получилось а наика вот часу добирает себе шарт нет тут крипов чтобы использовать свой шардик но можно зато приучить два крипочка а прикинь там потом некрономик он будет такой об ну да я переиграл еще на 20 минут игры ну ты зато просто крипов с линии можешь агрить это уже полезно на конца порта накинула их ему больно будет ораку например тоже верно очередные смокинги кого коллектива шторм будто не идти во вражеский треугольник сканирует его предварительно понимают уж там пока что нет врагов а для нас can здесь поняты до цепляются это скан вообще дайер на самом деле и будут прыгать крылат в частности не возит никого же нет манта стайл в итоге лассо есть по ораклу и вот не получится поцелить оракулом если собственно говоря оракул у нас в лассо и стоит верка уже погибает делать байбэк сэван джезу должен жать хроносферу хорошую по двоим героям но саппортов не желает ее тратить в принципе потому что спорта умирает сами по себе пока что драка на самом деле не самая плохая но есть рп по этому самому пит лорду и войд также отправляется таверну вверх уже после ббк должна погибать никуда она не спасется три полкил для им принеса рискует стали ультра килом для него ну как рискует для него то все здорово еще и гем выбивают так что но гем это санейка он просто погиб за мисси она давали как классно кстати он вывез оракла на хиграунд не дал ему ничего сделать закинуть ульт в кого-то пришлось ему самому себя спасать и за счет этого тоже fight выигрывается не тут уже ничьи просто голый хекс то есть пика хекс так что еще собирать не на творца больше чем у всех героев дар какой кошмар 30 лет еще перри фарма уже ну пытаются конечно чем секс играть до конца тут уже конечно шансов очень мало потому что вот так вот в лоб драться с ними не получится только какие-то фраги находить они сейчас будут пятером постоянно ходить вот мне кажется хроносферу нельзя было жалеть той ситуации просто быстрее убить саппортов и дальше драться с корами пытаться хоть как-нибудь тем более в твоей хроносфере тебя не может за рп шить магнус то есть будут гарантировать сделать фраги на саппортах условно говоря а потом уже как-нибудь пытаться разрулить ситуацию ну кстати fight не так уж плохо начинался для тим сексе хоть там из-за контроля оракла я вообще верю что не переворачиваю ну вот дэмэджи как будто хватало но потом нажались бкбшки и все закончилось в рк тоже себе хочет бкбшечку приобрести после диффузов но это конечно такие радужные но из новости для нее но я не думаю что она успеет оптимистичные настроения магнуса сатаник монтан поделась вот такая вот туда практически ну вот универсала во всей красе универсал да это что им power ему там еще дополнительно дает бонус к своему же урону кстати интересно что именно магнуса сделали универсалом видимо хотели так сильно камбэкнуть его в доту ну да давненько коллапс интернешнл не выигрывал да но у него кстати за счет этого я думаю и хорошие результаты в данный момент этим спирит ну получается три универсала вообще да в команде шторм бэтрайдер пангольер а бэтрайдер разве универсал да ну тогда да универсалы побеждают мы это уже закономерность видели на первый раз верно кого тут можно вывести пока что до трое игроков тим секс стоят на базе двое качаются уже тп что будет видимо сами хотят смакануться крыла от максимально близко играет на этом смаке она сейчас закончится и будет видно его будет ли рпм можно андерлорда почему бы и нет да просто фокус от его там есть хекс там конечно за фокус просто очень его будет убить и сборе 90 секунд без бэкос хроносфера есть неплохая кстати говоря по двум героям будут пытаться зафокусить бэтрайдера тоже будут бить но у него есть лассо в ответ его тоже магнус подходит рп мимо кстати говоря но разве так это критично потому что очень большие сейчас шторм и будет мне кажется заканчивая здесь карту в полю для себя потому что погибает оракал девятого класса также через до конца до оракал бэкоса пока что папа еще живая вводь без хроносферы вряд ли что-то может сделать прямо сангардера нету бэк когда сейчас бы если что вернулся бы fight ну или просто чтобы забрать бараки оставшиеся приходится чуть-чуть рисковать но правда тут как рисковать построен этого крыла то он идет вперед он убивает очередного героя у него beyond godlike старик уже давным-давно алхимик но сути мне кажется не меняет гг вп закономерная 33 минуты потребовалось почти штормам чтобы разбираться с тим секси на первой карте у них получилось вполне себе успешно да на 40 тысяч нетворса опережают конце практически каждая минута давала тебе преимущество даже больше ну что классный драфту тим шторм вышел чуть-чуть жадновато тим секси вот этот войд не успел он выйти в лейт просто фарм машина штормы уничтожили по макро я вот думаю то что идеальное решение было все таки поставить алхимика во флэн как ты сказал потому что там был просто от ассивный да пассивный но химик явно получит больше и потом великолепная макро игра от шторм дала свои плоды и они выиграли а как расскажет вам в студии аналитики вторая карта в рамках очного противостояния между коллективами тим секси и шторм начнется вот-вот пиканности в нашем дайте комбинаторов грамм он и ел добавляет еще тот факт что дерутся наши любимые клубы у меня тим секси у элисея соответственно шторм как ты оцениваешь силы своего выбранного коллектива сейчас я доволен я не доволен мужики но у меня есть такое ощущение знаешь как будто бы тим сексе постреливают на самых играемых героев вкладочку и взяли просто вот вот пятерых и нормально они ну да на самом деле похожая вещь не просто как будто об стену ударить сейчас но потому что получается они берут медузу их контрят антимагом они берут медузу еще хуже ставят ее на пятерку и у тебя и так на винрейте на медузе пятерки нету так ты еще на медузе пятерки вообще ничего антимагу не делаешь то есть лучше бы они добрали какого-нибудь саппорта который контрил бы антимага а медуза была бы просто керри также и плюс еще и на ласпик ой их еще и закрыли медовым бэтрайдером против уитспирита это вообще ну то есть невозможно стоять войду никак короче как-то очень сложно и я не знаю да тут еще антимага нету нечем просто ловить не но справедливости радио есть сларк разве что так это мало мало но есть баратрум есть сларк при этом или говоря баратрумстер тройка здесь нефрит о нем будет играть поэтому я реально столько вопросов и так мало ответов то я не понимаю почему все так боятся медузу контрпиками ну то есть если ты берешь в первой стадии медузу но будь готов как поиграть на ней против контрпиков ну да логично ну или на тройку хотя бы ставьте что ли она мне кажется хоть какой-то более импакт будет выдавать потому что пока что ноль процент финрейт медуза пятерка у нас не получается выиграть у нее и я думаю что это вполне закономерно ну вот мне кажется сейчас войслайн у анджея который говорит не сердись вот явно ко мне относится потому что я немножечко расстроен но тоже к тебе относится я тоже да я нейросеть тогда ошибка это не сайт лайн да этим сексе ну может быть это на самом деле шикарная заготовка и мы просто ничего не понимаем вот этого если честно я не думаю так верится с потому что не в первый раз да вот берут этот медузу якобы мы сейчас законтрим поставим на пятерку и это не работает а тут еще и классно сделали что санейка добрался пятерочку 0 еще усилил антимага то есть зафокусить там с ларком не получится потому что всегда будет щит всегда будет повис еще можно конь глимерочек и вообще прекрасная жизнь для антимага еще и на линии ему мало что придется предвидеть в таком наш ключе потому что лич очень крутой на именно на лайнинге да и тут смотрю и внизу тоже не особо то что-то предъявишь я не представляю но буду надеяться я очень нужно сказать верю в любимых своих игроков на цен ну посмотрим кстати на минуту все более-менее бы трейдера не так сильно побеждает вы теперь даже быть спирит я бы сказал немного доминирует бет райдером их немножечко мажут реминантом своим мог можно было бы еще и лицо подразмять ники кола но что поделать да ну пока я даже немножко удивлен потому что думал бы трейдер вынесет мид но стоят достаточно равно это мне кажется наш временное явление потому что сейчас напал накачается да можно будет пытаться что-нибудь сделать другой стороны знаешь в таких матчапах есть момент в котором ты на героя который имеет фаворовую позицию слишком сильно наглеешь и тебя за это могут внезапно наказать да но с другой стороны у тебя саппорт медузы туда и баунч хантер только если сместиться непосредственно к тебе то есть тоже не никакого пользы он не принесет так что да это большой плюс за счет того что бы трейдер именно будет стоять один на один путь входит спирита ну я надеюсь что он начнет гнобить его с уровнем потому что у как бы это его преимущество тем более никто не смеет не вне будет смещаться даже на руны контестить но в итоге видишь очень сильно гоняет оппонентов здесь то же самое происходит и на верхней линии крылат под щитом идет вперед но хотя тот герой сотовый на самом деле жмется фэйрифайр что крылат убрёт крылат умирает девятый класс все надежда возвращается переборщил немножко а там сейчас чарж будет второй килл вперед не фрит вот стоило наверно просто стоять и харасить выжигать тюману а потом уже как-то врываться на когда уже лично подразумнёт их решает что все таки на руках посильнее и ошибается крылат это был хитрый план взять героев с двумя пассивками соответственно джинадой и и чтобы он все то что выжигал ману да вообще тебе не да без разницы ты просто крутой ну вот мы сказали да что тут какой-то овердрафт и по линиям все должно быть в салат но тем не менее с тем сексе то на всех линиях чувствует себя прекрасно нету какой-то прям сильной просадки и сларк выфармливает и войт спирит вообще выигрывает мид вот знаешь я бы поставил на такой x-factor 7 джезу наверное потому что он ну реально крутой игрок мне очень импонирует его игровой стиль не очень импонирует то что у него есть несколько руна героев на которых он и на смарки дайдра хороший спарка до один из них но я согласен согласен что на сларки на войте хоть в той игре не получилось но тем не менее чувствую что он может может закирировать не хватило именно командных каких-то действий он бы трайдер есть граната да вот возможно если ошибется будет спирит еще одна граната сделать в районе по медузе мана кончается и мангусиков уже нет она погибает причем очень просто с еще и под землей немножечко подхорошивать сэвенджезу ну да и лофта нету нужно ждать медузы чтобы она привезла кита тангусы лазерном танком все привез до режима чтобы алине это становится сложнее и сложнее потому что энчанта сберется 2 энчан сейчас будут крепы дольше жить и они больнее будут пить быстрее и уже сильнее да и уже кого-то себе привозит вот такого парня на привез тоже в принципе позволяет тебе идеально стоять линию что ты и не пробить так случается да ну овердрафт потому что у тебя фрост армор на одной линии на второй линии но ниже на одной стоит а смысле что лич да ну да да можно было еще знаешь энчу поставить на топ чтоб она голема а вот так вот а он просто привел сюда да да слушай я не ожидал это знаешь от огора такой типа подходит до 1000 и киумов получается уже где есть форс армор нет но держи мужик армор собираем антимага пытались надавить как-нибудь он пока что делает blink out или она в этом случае потому что это персона великолепно дано вот этот мув прям интересный даже не думал что так можно сделать ну то есть я знаю что крипа проходит через портал но знаешь не додумался бы до такого слишком слишком сильный мув и получится ли забрать руну нет еще и руна хосты можно попробовать чинчат и сейчас умрет мираж отличный фраг для него и медуза такая знаешь хвостика махнула рядом как будто бы есть супер дупер импакт ну да да тут антимага действительно какие-то проблемы на топе хоть и более менее подкачивается но вот этот фраг конечно дал сильный такой минус приходится стоит ну да вот тебя 1 а также надо разбегая баша крит башка не случилось сюда даже вынужден в анджей лететь кстати говоря бано что он так делать да если даст и там есть даст и почему но они были у саней когда в анджей не было до 100 штук саму чтобы не задолжил по крайней мере баунти хантер этот у них это уже должно быть наверное вангвард потому что он так прямо сильно давит и в итоге потратил блин мне кажется крыла от забирались тут вообще ганг от медузы случился медуза импакт медуза такая на вот постоянно импактит но вот какой-то момент она такая все я прекращаю это делать я просто нахожусь как бы рядом и единственно что я могу это нажать ультимейт гг и а смотри никого это не тот мужик который выдаешь обычно он тебе дубинка бьет просто если что они вообще есть какой-то скилл да есть он замахивается а да да нужно до 2 с половиной секунды но это самый самый какой-то бесполезный спел а или у него минут секунды 3 за справедливости ради когда ты фармишь в лесу это часто тебя ловит так или иначе потому что ты вот немножечко концентрация потерял на секундочку и все 9 класса цепляю под виженом смотри возможно застанет но нет я думал это первый момент когда получилось это сделать продать и в принципе да так и невозможно попасть слишком долгие натяжение в мираж в очередной раз ловят героев оппонента давид уже ну слишком активно но хотя что с ней кота можно и забрать есть фраг от миража есть остался по еще один чтобы спастись отсюда если диссимилейт пока что есть щиток временант не совсем точно и медуза медуза просто выгоняет нас бэтрайдера но я не могу к ней относиться спокойно понимаешь мне хочется зажигать этого у вас пятерка медуза но зато они выигрывают ну да тоже верно и я за еще ловкость вот это медуза прям еще активнее действует хотя скрин сегодня тоже показывал неплохие действия но проиграл вот посмотрим получится ли какой-то тул стрик прервать в этот раз пока что есть все шансы да мне свитера нужно немножечко поверить свою любимую команду наверное да что-то как-то я получается глор тим сексе у нас знаменитая переобувочная в студии так что все нормально кстати смотри думы играет такой нестандартный билд купил все файзы то есть это не арканы как мы без вангуарда суники кула цепляют есть продление контроля в анджей кстати говоря тоже погибнет уже четыре героя в миде если бы это еще были бы все трек киллы была бы такая сказка но увы мы живем не в идеальном мире зато у медуза то уже 6 медуза медуза откуда она кстати на фармила так левел видимо то что она постоянно присутствует каждом фраге она не могла вражеску урон опыта забрать случайно наверно нет могла в теории почему вот я уже это не помню до 2 саппорта впрягают вообще дума этого стоят а вот идти вот я как придано три час проблемы в том что антимаг жадный герой да ему нужно прям очень много времени что проскочаться doom тоже самым пил себе файзы и мидас собирается делать и как бы весь экшен должен наводить батрайдер но он мид проиграл пусть он не то что там его ровно отстоял он проиграл мид еще и на героя который должен выиграть мид это вообще в войне хуже получается в то время как об этом говорил мираж набирать доминейтинг стрик на том самом ники куля да из-за этого ломается вся концепция игры тим шторм потому что кому делать space да если твой батрайдер но твоему битрайдеру тоже тяжело на карте знаешь такой фактор ларла ну да но у них хотя бы на других линиях все хорошо по крайней мере на где хотя вроде бы у дома все прекрасно и на димак потихонечку свой набирают как ни крути до медленнее но разница между ним и с парком на этом мы сильно большая да к тому что они не способны будут что-то делать прям там активно из-за этого так уже уже начинает с ларк не давать принципе думу подходить на эту линию он будет постоянно это еще и был фраг по трекам я спешу заменить прыжок от огневники кула аж по т2 давят медуза приходит дает мию баратрум бежит если это смерть от ники кула тима пытался как-то подсейвить батрайдера тычка и медуза услуги если говоря хорошо работает здесь а он даже не по ним не пробивает пока что щит у него есть монобёрт крыла приходит и монобёрт в итоге сейчас работает прекрасно должен быть правой так нужно ставить антимагу обязательно лопнула это кстати говоря еще одна причина почему мне сейчас не очень нравится медуза здесь в ситуации потому что у тебя большой монопул и тебя всегда могут взорвать да а ты за счет своего большого монопула очень сильно подставляешь своих тиммейтов потенциально просто потому что ну этот урон ауешь я думаю что медузу нужно брать именно в первой стадии закрывающим чтобы тебя не закрыли антимагом что антимаг все-таки такой неприятный персонаж против нее даже если ставишь на пятерку ну ладно будем честны пока что более-менее работает 5000 преимущество уже на 12 не спорим не спорим так что может быть я слишком рано похоронил себе надежды но я тоже думал что тут вообще у драфт тем более как показывали игру в принципе шторм они должны были задавить но не получается кое-нибудь антас вообще пятого уровня до сих пор и мне кажется забрали все руны потому что очень мало экспу саппортов и два фрага делают на саппортах жмется doom по баратрум стира но баратрум очень большой и нет туда демажа дополнительного поэтому этот скилл просто сейчас потрачен зря а вот м вниз отправлять в таверну это даблкил для миража и к еще крылата видят в итоге жмется туда трек ворует золото ну крал должен просто упрыгивать наверное на базу а его не будет отпускать его просто убивают ггвп что но они были что нет это да вполне логично да нет я не верю там почему я да да можно можно написать как я не понимаю team sexy вперед ну возможно какие то уже проблемы знаешь именно были в тимспике скобочках дискорде потому что прям видно что они не могут сыграться знаешь вот бэтрайдер делает тп но не прилетает то ли ему сбивают то ли он отменяет тп хотя от него игра идет и они могут как сказать защититься от этих фрагов я не знаю просто мне кажется у нас сегодня уникальный день когда у нас была одна из самых длинных игр возможно самая длинная сезон кто знает может что-то изменится и самая короткая потенциально потому что ну вот я реально не ждал что примут такое решение но другой стороны да санейка наверно такой волевой капитан который но просто он говорит и так и заведом соло нужно если что-то не так уже идет чтобы знаешь вот в команде сохранить какой-то настрой стоит написать как я пораньше ну вот почему такое произошло уже расскажут наши студии аналитики ну что ж друзья третья карта огненная нас ждет между коллективами тим сексе и шторм гролмон и елочки буду для вас ее комментировать все также и мне теперь немножечко страшно этим сексе потому что все говорят то что они выиграют а я уже понял принцип то что нужно говорить наоборот я думаю что они выигрывают потому что чувак я ставил на тим шторм ты чего наделал но у них реально не знаю но как ты будешь стоять вот реально двумя милишниками против сларка но единственная надежда что может быть у них будет просто с руки и первые там лавала больше и если он будет подходить очковаться вы можете надаваться на кинуть ну да как-то вгрызться накинуться на него а потом играть там так сказать за тем что затем либо либо оставить санейка с магнусом вниз ну то и чтобы было хотя бы рейндж плюс магнус ну тогда ставить дума мне кажется просто у тебя был тикер будущих страдать что там нет кстати это еще более-менее логично потому что дум может кушать крипов инчи ну в этой точке зрения да наверное это единственное что я могу но мне кажется все равно плохой вот вариант что они взяли на вас пик бутикера он вроде бы закрывает от с ларкой если бы был бы core magnus это было бы рискование но четверка дум в каком году играем но я не знаю но тем интереснее будет смотреть это чудесную игру потому что ставки знаешь сделано кстати нет мы не первый раз видим четверку дума и он в тот раз не сработал но для когда это было это было слушая я просто не взял я просто не помню был был точно четверка дум тоже не по умрали так чтобы ну как-то на flex и вот решили что четверка будет лучше но он проиграл утешение хотя уже мы видели что медуза пятерка может выигрывать так что почему бы четверки дума не по третью участь на ну ладно допустим окей как тебе медовое противостояние в таком случае бэтрайдер против пока будет здесь играть соответственно не фрит я думаю такой стандартные стандартный line я даже не знаю в чью пользу мне кажется как-то 50 на 50 потому что не особо то можешь загангать пока есть только он на арбе до ошибки ну и на паке наверно атаковать прямо сильно мы брать не очень хочется подстаками на потенциально я думаю все но в пользу бэтрайдера должно быть то есть он больше имеет возможности как-то убивать как это все будет работать посмотрим уже в этой игре потому что ему как играл что по идее войт спирит должен ну как минимум страдать от линии что любой медишник против бэтрайдера ну должен это делать ну а что получилось мы видели да я написали за 14 будет перед в итоге уничтожил мид ну как не прям уж уничтожил он гораздо лучше вот стоял хотя преимущество явно не за ним был плане драфта ну и как расставили линии сларк против магнуса дума ну вот так вот мне кажется самый идеальный line для сларка тут еще и глимс нажимает сразу а дизратор и вот пошла уже нарезка сейчас немножко пострадают первого но как только они разменяются по силам большие проблемы будет вот на лотосе мне кажется будет замес ну кстати гораздо встревать мне кажется хотя тут драка будет до конца думал фэйри файр нажимают кто умрет первый умирает и магнус а сейчас глимс будет но нету нету гранат уже но приятно зажим софра 11 ловкости 1 вороны временно 1 еще перманентно так что единственное если уж и ставите такой line тебе на думе нужно сапогу противить и пулить ну потому что ну тут реально без шансов что бы ты там ни придумал размениваться это самое последнее что нужно делать на этой линии более дизраптор тоже такой герой не самый слабый вообще мираж очень сильно оказывает давление в сторону никекула на самом деле потратил правда все ресурсы более-менее но бутылка скоро будет а по крипам пакта опережает весомо причем еще я удивлен я думал что опять как-то никекула не сильно хорошо начинают но да нет дина это еще одного крипа ну просто посмотри здесь мираж решил сделать ставку на раннее убийство и не получилось но это сделать явно да он наверно еще и гранату на потратил скорее всего потому что ну явно честно бедрайдеры без гранаты если тем более хочешь убивать не получится играть вот интересно почему не поставили думал потому что и вот мог вот пойти скушать крипа да например ничего или гоняться за ней но с другой стороны ты бы просто ничьи не качал крипов тогда но то есть ты вопрос на максимальный бетус максимальные все тоже да верно по крайней мере ты забирал целую возможность ничьи этих крипов не приручать мне кажется наоборот и должен быть только раз в таком формате просто потому что ты сразу чувствуешь вкус крови с импетусов со всех и понимаешь что на самом деле ты но секретный кор и попертаешь зоту потом а вот саппорт все эти движения кентавр станчет непонятное общем ну как бы да но ты и так тебе достаточно в два взять этот энчанта дальше замакшивать импетуса ты будешь ну хочешь быть таким кором и санэ как по ум забирает лотуса вот на боте как игре будет размен и опять дума умирает но тяжело стоять вообще без сапога мне кажется на этой линии особенно четверки это такое себе стоять а сэван джеза мне как у него уже с рожь так у него уже самой у самого сапог и он может пойти так вперед на магнуса что он может сделать отвести его и он реально это делать зачем так ты щас умрешь прыжок так он он просто умрет часы еще и дум потом умрет ну ладно ну наверно не умрет нету стиков нету эрика баунт слушает убили ладно мы с тобой ничего не понимаем как это все работает ну абсолютно непонятно скорее всего я просто думал что и дизраптор то может подойти он делал нашел на базу но он даты паут на базу сделан так что поэтому долго ну на такой линии конечно умирать на славке точно не хочется на топе еще гонится за санэйка убивает вот эти крепочки опять нефриты на баратруме у нас играет вторая игра и получается неплохо до навязываю свой какой-то темп правда крылат все равно free фармит ну плюс-минус дал там бортом час выйдет сяпачку наберет себе вангвард и дальше будет мне кажется довольно не круто стоять я бы так сказал на был секир против этого самого космического быка как вот оказался дуб я думаю он хотел повлиять как-то на пул да не дать запулить или может быть сам мод вести сейчас наверно не получится полить x даже не знаю потому что вот эта пачка если ты ее не заблочил она будет постоянно об нее ударяться ну то есть там очень легко именно загреть поэтому стоило задумать знаешь стоило задуматься стоило придумать план да как вы будете стоять эту линию но увидишь пока что дом делает все возможно чтобы полять на игру он дефилит ботал мидер в принципе не убили сларка хотя бы раз это уже неплохо даже светом там несколько раз умер ты говоря крылата убьет в эрку но ловит башек в итоге и завтра забирает убийство но для крылата ситуация выжил максим скажем так явно да пока что санэйка не может его подхелить что второе скорее всего не качал а тут гениальный план дума работает он ворует экспу в лесу но это кстати неплохой вариант уже 3 где-то подстилил учитывая что на линии он не так уж много и стоял какой-то ромящий дум который кушает крепочков набирает с этого экспу главное сейчас законтролить лотус и ну хотя бы по руну руну мудрости одну одну точно нужно забирать может быть даже избегать на вражескую на думе а например эту заберет магнус ну или потом тпш на тпш на просто самому забрать вот сейчас вот просто побежать на доме через всю карту да но уже скорее всего не успеет гениальный план новый плутикер пятерка который бегать за рунами до бегать за рунами да тогда проще взять фуриона забрали опять санэйка да это была такая мощная но пак пак начинает реализовывать себя ну кстати классно да что ники кул начинаем сам именно тпшки делать в предыдущих играх я не особо это видел предыдущих играх он любил именно пассивно играть и за счет этого его команда и страдала то есть он прям очень как-то упирался в свой фарм так подожди ники кул разбивает руну богатства мне интересен контекст ситуации наверное мисклик либо вражескую им своруют рунам мудрости здесь 2 1 2 1 еще и на думе да как же хочется побыстрее себе 6 набрать ну или по крайней мере не сильно проседать такой вот такийский дрифт фейк такси случилось не получилось на потому что ну не довез своего тиммейта на тиммейт начиная оппонента сутсанэйка загибается очередной раз и крылат дерется до конца самой энчандрос станут кентавра еще помогает ему получается делать фраг в итоге но космическая корова бега это быстрее чем самый разогнанный блэдсигер и поэтому это размен два в один а там лассо и слушай гангстон не удался дум еще и пришел умер так сказать пришел на видел победил да ну а чем ты можешь загангать на думе тоже непонятно на прийти только получается в землю включить и все но интернат бейд интернат если он качнул конечно тут сэвен джезу приходит на контроль руны и жмет в итоге паунс а глимс есть но спрятался в шифт нет подожди не спрятался в шифт а есть есть структура но он идет до конца сэвен джезу враг туру и в итоге эту драку вообще за ты один приходит сюда в очередной раз doom сэвен джезу набирать доминейтин стрик сюда пришло еще и не вредит нас ларки да главное какая-то фиеста это как будто вторая игра где будет час 12 минут гг ну я бы не был бы так уверен но очень сильно покажется показывать им сексе давай так ну да просто учитывая обстановку до в предыдущей карте тоже мы не ожидали что то во первых так быстро они преимущество свое нарастят во вторых что они напишут ггс ну знаешь у меня была теория то что сонейка просто но не захотел играть дальше игру в котором был наличие четвертого уровня здесь же то же самое здесь он тоже не забрали они наличие он 3 уровня на попова на урок ли мне кажется это еще хуже ну не это в любом случае решающая игра серия мне кажется должно быть тем более тут вроде бы не все так плохо и по драфту они хотя бы могут активничать тоги с ней когда прекрасный пряжешь спел проблема сейчас это саппорте что ты не можешь нигде вот эту экспу набрать только если фраги не получишь кстати бежал у нас на пока но это такое себе поэтому выбрали дума за милую душу тут принимают можно ли принять дума за милую душу если он и так демон да если демона душа тут это интересный вопрос это нужно у никиты спрашивать философские такие вопросы может быть даже для пришел кого есть душа и там выдать не рыжие герои санейка пошел заниматься нужными вещами стакать пока что понимают никакого особого импакта не может нести ты этим уровнем а где вот брать экспу не ясно только вот чтобы пришел твой кор и подфармил это все просто вот когда ты такого уровня если даже ты стоишь и например знаешь вот раньше там ты пятого пошел пофармил на при армит тесто и ступили но сейчас очень как-то мало дается экспы с пачки и соответственно это не сильно помогает при много крипов нужно покачать чтобы получить тем более с третьего до шестого это вообще какие-то космические цифры да тут уже у дизраптора есть статик шторм и можно попробовать например конь пака за гангой там уже по смоке точнее не смоки просто рядом пробегает not на кого-то по пинговали здесь но мне кажется он тоже принял в ответ так обернулся посмотреть не обернулась ли она ну вот решает подавить просто это один потому что нечем дефать дум качается четверки пытается добрается по 6 уровень крылат получает убийство мираж немножко подгулял вот пока пак выживает тоже интересно было посмотреть этот момент потому что статик шторм потратили лассо не успели что было что что можно видимо пак наоборот нападал и статик штормом пытались как-то до задаваться вполне может быть но у них и кого уже либо либо оракул бойцы вел вторым что тоже сейчас очень сильная ты просто ставится статик шторм те накидывают 2 спал и все ты выживаешь продум 3 уровня так был ли у него был 2 спал мне кажется был ну хорошо но он там как минимум 4 уже даже приближается к 5 культимейту да ну вот за счет фрагов много ты получаешь экспы но в любом случае хороший фраг для крылата он добирает себе сейчас молнии будет фармить еще быстрее и в этом плане у шторм ситуация немножко нормализуется ну цинейка уже 5 на ну да просто постоит на линии уже до 6 почему бы нет тем более руна мудрости уже буквально через две минуты ну вот просто давит смеет кстати хороший клип вы получили скелетики показывают нужно демонтировать вышку а баратрон спаллетрена будет бежать есть dream coil есть также doom мне кажется и структура все прям в него все кнопки нажали динаить его всем силам динаить . . . . . никому динаить да тут все окружили и санейка еще набалтывает спелл по энчантрес ее тоже даже фокси потому что приходит магнусу да чтобы пятером уверенно супер знаешь какое-то проклятие со всех сторон я давно не видел чтобы одну цель и ruptura и doom давали и dream coil еще и полянку и dream coil да конечно ну с другой стороны мне кажется что вам сейчас необходимы эти фраги чтобы преимущество до играть до используйте более на четверки ты это думал ну очень маловероятно куда-то дашь при этом был тикер подым поваром будет фармить очень быстро мне кажется наверняка быстрее чем snark если так подумать просто потому что на балл реально крутой спал у тебя фришная battle fury появляется да ну как бы сейчас этот магнус больше ну им повар дает тебе больше пользы непосредственно для магнуса поэтому для керри он более удобен но нам менее дабл тикера на другой стороны сможет делать такие фраги и просто скейлиться себе бонусная ловкость навсегда очень приятный бонус на 2000 уже преимущество кстати классный айтем билд сделает сашу яшу против вражеского драфта вообще идеально то что там контроля много да и дум себя сбрасывать и руб туру то есть даже больше с него цель не линкен сферу да чтоб тебе не случайно там не не накинули а именно впитывать этот урон был недавно очень смешной билд на старка когда делал себе радиатор аганим куда радиатор был собственно говоря бафнутый не ну кстати но гоним ты в любом случае да гоним сейчас ультра крутой это конечно а радианс ну да это пом против на к делали в основном ну в том числе до против иллюзионистов чтобы поддерживать на просто радиатор стал дешевле тогда и ну тогда были собираются на всех да 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 не ну почему бы и нет урока пятерка с пятым уровнем на 15 минуте тебе нужен радиатор если бы на биде он был то можно кстати смотри оракул седьмого уровня у него медаль кого-то комбэкнул со санэйка ну санэйка он как бы опаков на таков тоже плюс покачал линию и энчантрис уже скоро будет драгон лэнс тоже такой приятный бонус всегда недооценивает этого саппорта что может нам вообще как-то doom нажали на doom на дизраптор который с активированными транквилами видимо бежит потому что вообще не дамажит нет его просто doom не дамажит вот так вот тысяча сто хпшек нет это все полезно да странное нападение потому что дим койл не был потрачен но doom успел дать видимо просто встретил и дал doom либо муж на сейф ну да они глипсонули вероятно то что нападали нападение было именно пока может быть например или нас защитник doom защитник от север да сразу при фаером doom дает и как бы защищает нормальная тема вместо оракла стоит doom знаешь вот как есть тренд протектор тут а так она крыла то и мне кажется ему будет очень сложно скипится потому что есть ультимейт и паунт есть дэм очно впрочем теле полянка из dream койл рвет его моментально не фрит раптурок сигаря на нем по моему рп но тщетно потому что есть dark пакт и нападение от тим сексе продолжается там стоит статик шторм а пока что выживает некий кул впрочем потому что сонейка продляет его жизнь на какое-то время и размен 2 в 1 но пак погибает демиджа хватило еще иван же остается на сдачу 4 фрага я бы хотел сказать безответным этим сексе ну нет пара трассе таки ушел в размен но 7 джезу прямо хорош вот игре да видно что тут легкая игра для сларка потому что нечего контрить вот есть вроде будет секер да но не накинули раптуру либо он как-то и быстро перри переждал по моему раптура была на баратурме ну вот да я видел тоже слышал звук но мне казалось что на сларке не важно не важно да тут просто режешь на сларке настанкиваешь и никаких проблем для тебя пока что точно нету да и в дальнейшем хорошо на тебя накинут дум ты убежишь в тень и больше гениться вообще никаких проблем тем более саша яша уже есть сейчас можно какую-нибудь линкин сферу взять и даже если на тебя накинуть и все равно и накинуть тяжело ну и плюс когда короче а ты не хочешь сказать что дать стата и побеждать сказать можно можно сказать мне кажется скади просто получше просто в жир как бы и все и уже не париться абсолютно да потому что видишь потенциальная линкин сфера нет меня этого факта что тебя могут за рп шить или нажать dream coil ну и плюс она не работает против сайлент например крыла то того же самом может быть да может быть даже сразу огонь и можно было взять вообще все равно да у тебя саша яши и так есть на сейф я думаю он прекрасно понимает что он где-то там в топе по нетворцу и у него все прекрасно и лимиты героя в том числе мне кажется тоже прекрасно известно 7000 я даже не знаю как вот камбэкать ждать какого-то даггера но тоже за рп 6 ларка это очень сложно да и тут тут еще и баратрум с бульдозом да которую ты рп шнешно вот везут а вот двум но будет конечно делать фраг и никакой жир баратрума не спасет его ситуация хотя есть не час подэтрена и будет чесить может быть кого-нибудь на тревелах уже летит сюда бэтрайдер есть рп только по дому герой сваджеза уже приходит и режет того самого магнуса есть тюдем это тауракла есть также статик шторм поверху всех крыла дерется всем у него есть бкб ему кстати говоря статик шторм не так страшен и мираж погибает два в один драчка пока что 22 погибает все-таки магнатавр ну наверное самая плохая ситуация для шторм да но тяжело драться даст таким сларком все равно им на какой-то его перри фарм даже не спасает бкбшка у блудсикера был хороший момент чтобы как-то камбэкнуть но все равно да неплохо подрались мне кажется если сейчас взять шарт на сларка это решит очень много проблем у вас по дракам то есть себя пытаются накрыть рпшка это просто я что-то на сларке лайк и контришь магнуса и и совершить всю свою команда да да ну для боя то же самое то есть ограничено передвижению супер и контра магнуса получается наверное так но пока что дерется здесь керри коллектива team sexy с крылатом 1 держит победу с помощью нефрита правда ну тем не менее видимо в свою какие-то знаешь сети team sexy загнали вторую игру по драфту потому что вот заставляет пикать героев и заранее их контрят то есть вот предыдущие как бы забайтили медузой зафорсили на антимага уничтожили по лайнам все закончили за 12 минут в этой зафорсили на магнуса оставили дума все у тебя есть ларк который просто весь драфт перекрывает пока что по крайней мере ничего его не ему нельзя сделать мираж летит своей мыши летучий санейка будет страдать потому что есть лассо впрочем дэмоджа не проходит потому что паттер с полома находится а вот теперь с помощью нефрита и башек и конечно же сверху все случилось положительно 2 в ноль размен по карте потому что еще и дум где-то умер спады 3 стороны от сларка то есть там еще плюс на ловкость числика просто дум четверка особенно против сларка это вообще не играется то есть вот на линии так страдать потом по игре ты тоже этот дом не может дать потому что у него куча слотов ты не успеваешь за его темпом да и даже если ты дашь он все равно может убежать и просто 3 гениться подозреваешь здесь находятся враги в итоге везет сюда будет рп давать на стадик шторм какой прекрасный сэм джезу дерет с крылатом прибегает моментально нефрит и не могут пройти здесь за этим самым дизратором итоге крат пробегает но за это время умирает санэйка ставится дрим койл есть также раптура еще рп то есть еще есть что повезти да и разорвать всех но уже бкбшка кончается у блудсикера не может драться просто бегать по этому паунцу а сэм джезу не кончается он превосходит богов это очередное убийство для него и пока мне кажется можно пытаться убить хотя может пригенится не будет рисковать наверное они фрит просто уже потодри мне кажется готов был идти да но возможность была для камбэка бы огромное потому что наверное закончился дрим койл потому что у фиас он но по-моему не застанет а может быть там просто был дар пакт либо дар пакт надо но мне кажется уже кончался слишком долго это все делал магнус ну точнее у него по-моему кулдаун был сквера но в любом случае попытка засчитана не совсем удачно попытка хорошая да учитывая что конечно у врага преимущество и вы пытаетесь что-то делать но вот все равно до блудсикер должен победить сларка так такого сларка если шансы еще курьера убили либо вся надежда на паки чтобы он и снес его прокастом как-то нету бкб у него но у него это практически 3000 здоровья забрали субик цели говоря по моему даже вдвоем вообще саппорта удивительно свой кубик да свой кубик да да ты знаешь какой момент я хотел что сказать очень важное сейчас я вспомню нет я забыл если я вспомню тебе скажу обязательно хорошо кстати у дома смотри и лопата есть и философский камень то есть он такой силу сказать меда скупил помимо этого девауэр но тем не менее по надворцу он вообще не не близко даже кончантры запакованный она возможно я получила сейчас шарт я получила шарда ну да тогда ладно а тут оракал но оракоса евро сильный шар орака очень крутой но хватит ли этого чтобы перевернуть как-то что нужно вот бкб уже появилась до у блудсикера то есть какой-то такой артефакт чтобы камбэкнуть уже в ближайшее время не появится линкин сфера упака ну это просто чтобы дефаться от лассо этом от баратрума но это длитель линкин сферы еще какое-то количество голды нужно пофармить в любом случае так что да что еще ну какой-то даггер на магнусе даггер есть уже есть был все все ребят закончились варианта сходимся до рошана идут атаковать тим сексе брейсер просто валяется наш такой рандомный сам джаза выкинул говорит все не нужно что он должен смаковаться и идти прямо сейчас пользуясь тем что нефрит довольно далеко хотя конечно баратрум но в любом случае можно может быть его на перетяжке поймать например в итоге тут варажский лес мне кажется не подозревают что шана уже забирают тим сексе а вот насколько быстро него делают это вопрос хороший довольно долго-долго-долго нет почему же даже сейчас смотри раз без маны уже энчанта то есть пойти она не выдаст только дпс хороший вариант чтобы камбэкнуть если успеют врываться уже нужно есть vision можно и подавать хорошие статик шторм приемте вставится крадет аегис в итоге 7 джезу но хотя бы деньги застаются старом это уже неплохо крылат бегает ото всех бкбшки но паунт есть по нему есть также рп по двоим героям в принципе было бы неплохо но думаю что уже некому давать в итоге убивают энчандрес конечно же но нефрит тут бегает со всеми зажимают сягоря в уголке дизраптора еще это два в два размен дум также дается по мышевсаднику но он успевает нажать firefly и спокойно отсюда уйдет трипл килл от сэвен джезу и ники кул ники кул ники кул видят его успеют ли итоге просто фраг на санейка но не будет рампаги увы потому что ворует фраг нефрит если сейчас vision даст и я разгонится баратрум да и это полное вытирание команды из пяти мужчин все верно все верно хотя были вот хорошие шансы да ну понимаю что уже этого старка не остановить последний такой момент чуть-чуть с таймингами прогадали может быть знаешь на обум прыгнуть уже слишком нужно преимущество большое нужно рисковать по полной чтобы стать их шторм не поставил но дизратор правильно сыграл он сыграл на опережение и сыграл знаешь очень вовремя доли секунды позже и можно было бы давать рп и все бы там уже на самом деле погибли очень страшно было бы на тим сексе но они переворачивают всю драку тяжелый драфт для этим что вот как будто их опять просто перепикали что ли но от сарка отдавать тем более 7 джессу на сигнатурный герой когда во фри драфт стоишь линию против двух милишников кайфуешь потом еще и нету какого-то контроля типа дизратора то который тебе заставляет бкбшку это взять при игра вообще покупать что хочешь делать что хочешь вот он и закончил вторую игру конечно не за 12 минут но за 20 тоже довольно близко в общем то ну что ж друг мой чудесный мы наверное будем с вами друзья прощаться но у студии аналитики есть что вам сказать так что им слова и передадим